По данным гуманитарных организаций, больше полутора миллионов человек в секторе газа столкнутся с дождливой и холодной зимой без надлежащего жилья. Температура в это время года там опускается до плюс 6 градусов, а у сотен тысяч беженцев есть только палатки. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. По данным ООН, более полутора миллионов беженцев в секторе газа вынуждены встретить зиму на улице. Люди сейчас проживают в переполненных палатках или самодельных убежищах из брезента, одеял и картона. Помимо суровой погоды, более 450 тысячам человек в районах Хан-Юнисе, Дейр-Аль-Балахи и Рафахи также угрожают наводнение. Мы очень любили зиму, когда жили в нашем доме, но это отличается от условий в палатках. Мы боимся любой капли дождя. По ночам мы просыпаемся в страхе, что дождь зальет нашу палатку, даже если это брезент. А он поврежден и находится в очень плохом состоянии. Во многом наше жилище сделано из обрезок тканей и одеял, которые не могут защитить. Вода затопила нашу палатку, пока мы были в ней. Все пропало. Наши соседи забрали наших детей в свои палатки на возвышенностях. Мы постарались спасти оставшиеся вещи. Не осталось никакой одежды для детей, никакого постельного белья. Теперь нам негде укрыться. Куда нам теперь идти? Гуманитарная ситуация в секторе газа продолжает ухудшаться. Медицинская система, продовольственное обеспечение и базовая инфраструктура разрушены. Из 486 медицинских учреждений полноценно работают лишь пять. Все пекарни в центральной части газа закрылись из-за дефицита поставок муки. А хлеб зачастую единственная еда, которую могут получить беженцы, говорят в ООН. Хлеб – спасательный круг для многих семей в Газе. Зачастую это единственная еда, к которой они могут получить доступ. Теперь даже это становится недоступным. Управление по координации гуманитарных вопросов предупреждает об ухудшении ситуации с питанием в Газе. Сектор здравоохранения борется с критической нехваткой лекарств, расходных материалов, топлива, продовольствия и воды. Несмотря на эти проблемы, там работают над созданием дополнительных пунктов медобслуживания. В сложившихся условиях волонтеры продолжают оказывать помощь населению. Однако гуманитарная помощь поступает в недостаточных объемах и с большими задержками из-за таможенных ограничений на контрольно-пропускных пунктах. В ближайшее время ЮНИСЕФ готовится раздать зимнюю одежду более чем 150 тысячам младенцев и детей. Кроме того, специалисты готовятся провести техническое обслуживание ливневых и канализационных сетей в пострадавших районах, таких как Дэр-Аль-Балах, Носейрат и Хан-ЮНИС. Тамерлан Ким, 24 КИЗ.